Это свидетельство, чтобы нам знать, за что молиться, как молиться. Тема моей проповеди сегодня называется так. Молитесь, это слова Иисуса Христа, взятые из Евангелия Матфея 24 глава, 20 стих. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой. Такие страшные слова. Не правда ли? Господь Иисус Христос учит своих учеников, апостолов, чтобы они в последние времена молились о том, чтобы их бедство случилось не зимой. Конечно, это было в преддверии определенных событий. И мы сегодня об этом прочитаем более подробно. Как прообраз того, что будет происходить в последние времена. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея 24 глава. И просто прочтем. Что здесь написано? Как вы пишете, тук. С первого стиха. Вот первый стих. На проекторе можете читать на болгарском языке. И, выйдя Иисус, шел от храма. Приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно, говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Илеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? Это один вопрос. Твой один вопрос. И какой признак твоего пришествия и кончины века? Это второй вопрос. Твой второй вопрос. То есть, они задают Ему два разных вопроса. Ты Ему задава два различных вопроса. Когда будет вот это разрушение храма? Куда же ты со случая разрушения на храма? Второго храма в Иерусалиме. На второе храм в Иерусалиме. Потому что он был уже один раз разрушен. За что ты в одной швече и был разрушен? И восстановлен. И теперь Иисус Христос пророчит это о том, что он опять будет разрушен. И Иисус Христос пророково, что той пакште будет разрушен. Камня на камне не останется. Камок на камок няма да останет. И это на самом деле произошло. И это все случилось. Мы знаем, что в 70-м году. През 70-е години. После Рождества Христова. След рождения на Иисус Христос. Римляне разрушили храм. Римляне разрушили храма. И убили очень много евреев. И те са убили много евреи. Так много, что... Толкова много. Кровь лилась по улицам, как река. Че кръвто я текла по улицам, как река. Кто-то успел сбежать. Някой успел да избяга. Кто-то не успел сбежать. Някой не успел. Кто-то прислушал се к Иисус Христу. Кто-то не прислушал се. Пренебрег. И погиб. Какой-то, конечно, страшно смерть. И вот здесь Иисус Христос им отвечает. И тут Иисус Христос им отговоря. Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос». И многих прелестят. Также услышите о военных и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. Ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ. И царство на царство. И будут глады мор, земли, трясения по местам. Все же это только начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие. И друг друга будут предавать. И возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут. И прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Вы знаете, вот, конечно, кто-то может задать такой вопрос. Некой может задать такой вопрос. Ну, как же Бог может говорить такое? Как Бог может доказывать вам? Ну, Он же всемогущий. Он же всеведущий. То есть, всичку знает. Ну, неужели Он не может сохранить своих детей? Неужели Он не мог сохранить храма? Неужели Он не мог сохранить храма? Это же был Божий храм. Некой был Божий храм. В нем совершались служения, поклонения Богу. Как Иисус Христос может учить своих учеников, чтобы молились о том, как Иисус Христос может учить своих учеников, чтобы их бедство не случилось зимой? Или в субботу. И вы знаете, вот я сегодня об этом бы хотел поговорить. И днеска бих искал договоря за того. Давайте мы еще немножко прочитаем. Да, прочитайте, можете, малко понадолу. С 14 стиха. От 14 стиха. И проповедована будет всей Евангелия Царствия по всей Вселенной. Вот здесь уже Иисус Христос говорит уже про последние времена. И только вечер Иисус Христос говорит за последние времена. Какие признаки будут в последнее время? Какиеся признаки на последнее время? Что Евангелие будет проповедована по всей Вселенной. Восвидетельство всем народам. И тогда придет конец. В другом месте в послании к Римлям написано, что... В послании к Римлям не пишет. Евреи спасутся, когда войдет полное число язычников. Евреи, которые спасут, когда влезет полное число язычников. 15 стих. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченое через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающего, да разумеет. Мерзость запустения – это когда храм останется пуст. Когда никто не сможет уже приходить для того, чтобы поклониться Богу. Это мерзость запустения, которое пророк Даниил предсказывал. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто на кровлю, тот не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Вот этот двадцатый стих. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы, лже-пророки дадут великие знамения и чудеса, чтобы пролестить, если возможно, избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не ходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся и орлы. Опять же говорится про Иерусалим, потому что там был убит и распят Иисус Христос. За что там был распят и убит Иисус Христос? Двадцатый стих. И вдруг после скорби дни этих солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славой великой. И пошлет ангел своих с трубой громогласной, заберут избранных его от четырех ветров, от края небеса до края их. А смоковниц возьмите подобное. Вот у нас во дворе растет смоковница. Вот в наше дворе им а смоковница. Мы наблюдаем о том, что когда листья становятся мягкими, да, ветви. Когда ветви становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. И так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сие, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. И это произошло буквально через каких-то тридцать лет, о том, что вот здесь предсказывал Иисус Христос. Как предзнаменование. Вы знаете, то, что произошло в семидесятом году. На уровне Израиля и Иерусалима. В конце времен это будет так повсеместно. То есть войны, моры, глады. Народ восстанет против народа. И по местам будут землетрясения. Но как было в одни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в одни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж. До того дня, как вошел Ноя в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будет двое на поле, один берется, а другой оставляется. В Евангелии от Луки написано, двое на постели, один берется, другой оставляется. Две милищи в жерновах, одна берется, другая оставляется. И так бодрости, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому вы будьте готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его придя найдет, поступающим так. Истинно, истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть, и пить с пьяницами, то придет Господин раб, Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Аминь. Вот такое неутешительное слово, да, говорит Господь Иисус Христос. Казва Господь Иисус Христос. И как вот это вот понимать? И как да го разбираме? Ну, у нас есть у людей иллюзия такая, да? И ние, хората, имаме иллюзия. О том, что ну мы же верим всемогущего Бога. Который рано или поздно, но должен нас благословить. Сделает нас успешными. Да ни направи успешни. При успевающими бизнесменами. Что у нас браки были бы прочными. И бракове да бъдат прочни. И дома наши обеспеченными. И къщите да са... Так или не так? Съизобили благословения. Но мы в это верим, мы мечтаем обо многих вещах. За много нечто. Но как-то получается, что не всегда наши мечты исполняются на этой земле. И вы знаете, вот я сегодня хотел бы, чтобы вы посмотрели хотя бы немного глазами Бога. Искам днес да погледнете по ней малко, преизучите на Бог. Как Бог вообще видит эту ситуацию? Как Бог виждает тази ситуация? В параллельных местах. В параллельните места. В Ивангелии от Луки 18 главе. Вы тоже можете прочитать примерно то же самое, что мы только что прочитали. И в одном месте Иисус Христос говорит. Когда приду на землю. И это тоже про последние времена. Найду ли веру на земле? Помните ли это место? И это тоже такое пророческое место. Это тоже пророческое место. Которое говорит именно причину. Кое-то указывает именно причина. Почему происходят все вот эти катаклизмы. За что сослуживают эти катаклизмы. Почему происходят войны. За что сослуживают войны. Почему происходят вот такие бедствия. И бедствия, если что? Голод. Голоду вы. И главная причина – это неверие. На болгарском языке звучит, я считаю, что более точно. На болгарском языке он звучит как без верия. То есть веры нет. Пришел Иисус Христос в галилейские места, где Он вырос. И не мог там исцелить никого. Хотя в других местах исцелял тысячами. Все болезни. А в своем месте, где Он вырос, не мог исцелить никого. И написано так, что и делился Иисус Христос их неверию. На болгарском языке написано так, что Се учудвал от безверието им. На отсутствие веры. То есть мы знаем, что есть другая сторона. Знаем, что има и друга страна. И если у людей, у какого-то целого народа даже. В большей степени. По голяма степени. Просто или ослабла вера. Или вера при тях малко ослабнала. Люди духовно упали. Духовно са паднали малко. И начали тотально отпадать. И започват да отпадат. Знаете, вот в представлении Бога. В представлението на Бог. Какой человек самый страшный. Какой человек самый страшный. Это не неверующий человек. Который никогда не знал Бога. Который никогда не опознавал Бога. Но может его познать. И может получить спасение. И у него есть еще надежда. И то има надежда. В Божьих глазах. В Божьите очи. Самый страшный человек. Это какой человек? Какой человек? Человек отпадший. Человек, который когда-то верил. Который никогда верил. Потерял свою веру. и стал как облаком, ганимым ветром, стал как проклята земля, так пишет апостол Павел, который уже ничего не производит, вот такая нация, которая когда-то верила в Бога, и которая отвергла его, и на сегодняшний день в некоторых странах просто в небеса поднимается такая хула на Бога, и какие последствия, по миссионерской статистике, я уже как-то один раз приводил это, самые безбожные страны какие, те, которые раньше были катализаторами веры, которые отправляли очень много миссионеров, които са испрашивали много миссионерей, по всему миру, по целия свят, и вы знаете, что это за страны? Какие са тези держави? Я назову несколько. Ще кажа няколко. Это Великобритания. Великобритания. Самая невероятная, ну, Англия, да, слово ангелы. И что сейчас с ней происходит? И какво са случилось с ней сега? Франция. Франция. Испания. Испания. Очень много миссионеров когда-то отправляли. Много миссионерей са испрашивали от тези держави. На кораблях. С кораби. Достигали многих стран. Те са стигали много держави. Только для того. Само за того. Колумб Америку открыл. Колумб открыл Америку. Его миссия была. Неговата миссия была. Донести Евангелие до того континента. Евангелие до достигнули този континент. История говорит о том, что это был верующий человек. История доказывает, что той был верующий. И так далее и тому подобное. Что сейчас с этими странами происходит? Которые раньше несли вот такое Евангелие. На другие континенты. Что происходит с людьми? И конечно, как последствия. Что сейчас происходит в этих странах? Какое-то безумие. Постоянные революции. Нековые революции. Безумие. Просто смешение нации. Нациите се сместват. В Париж говорят арабов сейчас больше, чем самих французов. Казват, что в Париж сега арабите са повече от французите. И конечно, они там все перевернули. И те всичко там правят на свой ряд. И несут такой радикальный ислам. И те, которые, ну, только попробуй не поверить в Аллаха. Последствия будут самые катастрофические. И я все-таки открою Евангелие от Луки. Потому что это очень важно. Евангелие от Луки, 18 глава. И немножко прочту оттуда. Давайте прочтем. С первого стиха. От первый стих. Евангелие от Луки, 18 глава. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова. И она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила ко мне больше, докучать мне. И сказал Господь, Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопияющих к нему день и ночь? Скажи, Бог не защитит ли избранных своих? Так написано. Бог защищает своих избранных. Бог защитит вас своих избранных. Хотя и медлит их защищать. Почему медлит? За что с Ибави? Опять же, вот это странное такое выражение. Странный израз. Ну, вы знаете, вот, ответ всегда очень простой. Отговоры венеги прост. В падающем самолете нету атеистов, правда? А в самолете какое-то падание атеисти. Бог иногда выдерживает паузу. Бог по некому правил паузу. Для чего? За кого? Для того, чтобы, и так написано, испытать твою веру. Ты действительно веришь? На истину ли веру ваше? А давай посмотрим. Как ты будешь реагировать? Как же ты реагируешь? Вот в такие времена, когда опасность. В такива времена, когда има опасность. Когда войны. Когда има войны. Или когда ты в землетресение какое-то попал. Или когда ты попадаешь в землетресение. Сразу скрывается на кого ты упаваешь. И веднага се показва на кого упаваш. Потому что во время опасности Вскрывается истинная суть. Того, в чем ты пребываешь. И показва се истинската сущност, в което пребиваваш. Человек вдруг начинает бежать к тому Богу. И изведнъж човек бяга към Бог. В которого он действительно верит. В който наистина вярва. Кто-то бежит, чтобы раскопать и откопать свой клад. Каждый бежит туда, где он чувствует спасение. И от избытка сердца говорят уста. Уста открывается. И сразу становится понятно, что было в сердце человека. Ну, если вылетают одни сплошные проклятия. Ненависть и злоба. Значит, этим было наполнено сердце человека. Значит, с това е заполнено сердце на този человек. А если сердце выходит в слова благословения. Ако от сердце излизат думите на благословение. Слова любви. Думите на любов. Как бы не трудно это было вообще понять. Как может трудно да го разберем. Значит, человек уповал на Бога. Значит, человек действительно верил. И вот в испытаниях мы проверяемся. И в испытаниях все проверяем. Золото семикратно очищено огнем написано. И золото седемикратно очищено с огнем. И давайте с пятнадцатого стиха. От пятнадцатого стиха. Приносили к нему и младенцев. Восемнадцатая глава Евангелия от Луки. С пятнадцатого стиха. Чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал. Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им. Ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю, кто не примет Божьего Царства, как дитя, тот не войдет в него. Какая у нас должна быть вера? Какая вера требуется им. Писанина говорит, как у ребенка, как у детей. И, вы знаете, чуть-чуть ниже Иисус Христос говорит, что, ну, где Царство Божие? Где Царство Иисуса Христа? И Он говорит, Царствие Божие внутрь вас есть. Так написано? Что это значит? Божье Царство, оно не имеет на земле какой-то такой четкой территории. Какой-то земли. Что такое территория Божьего Царства? Она состоит из наших сердец. Вот Божьи ангелы за какую территорию сейчас воюют? Божьи ангелы не воюют за какую-то территорию. Какая определенная территория. На этой земле. На этой земле. Эта земля, она вообще не Божья. В том плане, что какое будущее у этой земли? Она со всеми своими делами сгорит. Это ее судьба. Так Бог решил. То есть эта земля, она идет в погибель. И это уже решено. Мы не останемся на этой земле. Няма да останем на тази земле. Наше жительство где? Наше жительство на небесах. Что и се продолжи на небесата. Вот давайте мы в этом начнем верить. И нека да вярваме в това. Потому что кто-то произносит это вот так. Ну, потому что так научили меня. Казват вас, за что-то са го научили така. Очень важно в это верить. Но много важно наистина да вярвате в това. Наша Родина, она не здесь. Наша Родина на небесах. Так говорит Господь Иисус Христос. Его Царство внутрь меня есть. И Царството Мое вътре в нас. Ангелы Божие охраняют наши души. Воюют за наши души. Те пазят нашите души. Те воюват за нашите души. Увидьте, пожалуйста, это Божими глазами. И вижте това през учителя на Бог. За что воюет Бог сегодня? За какво днес воюва Бог? На чьей он стороне? На коя страна е? Сегодня люди так тщательно пытаются перезащитить Бога на свою сторону. И хората се опитват Бог да е на тяхна страна. Но Бог не на той и не на той стороне. Но Той не е на нито една от страните. Конечно, Бог защитава. В большей степени. По голяма степени. Сердце человека. Сердцето на човек. Которое вполне уповает на него. Което наистина уповава на него. Независимо от нации. Это может быть украинец. Это может быть русский человек. Это может быть чеченец. Кто угодно. Если он призвал имя Господне. Бог его не отвергнет. Не погубит. Не выкинет из своей руки. Не мадо го погуби. Не мадо го исхвырли от своей тарака. Бог его спасет. И он будет за него воевать. Аллилуйя. Вы знаете. Я хочу. Зачем-то я палец намочил. Листать нечего. На макарих простой собачьем. Мы кого-то. Евреям 11 глава. Еврея 11 глава. С 32 стиха. От 3 севторий стих. Вот это знаменитая глава веры. Твоя знаменитая глава на веру. Ассамблея верующих людей. Я просто прочту послание к евреям 11 глава. И это очень интересно. Что я прочту послание к евреям 11 глава. Твоя много интересна. С 32 стиха. От 3 севторий стих. И что еще скажу? Апостол Павел пишет. Апостол Павел пишет. Кто-то из теологов относит это послание к апостолу Аполлосу. Но это очень мощное послание. Это мощное послание. Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Сансоне, о Иее, Фае, о Давиде, Самуиле и других пророков. Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов. Угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Например, Давид. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаны им, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Тех, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельственные веры не получили обещанного. Послушайте внимательно. Перечисляются невероятные люди. Апостолы веры. Самые большие пророки. Авраам, Моисей. Илья, Исаия и так далее. И Писание о них говорит. И Писание доказывает в сетях. Всех, кого перечислили. И перечислять можно бесконечно. И все сии свидетельственные веры не получили обещанного. Но всички те, а кои добяха за свидетельствование през верата, те не получиха исполнението на обещанието. Вот ты, возможно, сегодня веришь в какие-то обетования. Возможно, не веришь в некие обетования. Но самое главное, да, нам всем хотелось жить в мире. Конечно. Всички нас не сискать, да живем в мир. В достатке. В достатке. Чтобы мы и наши дети, и внуки, и правнуки не нуждались ни в чем. Ни наши деца, правнуки, и внуки, и деды не сильно нуждаем в нищо. Я верю в то, что эти люди тоже о чем-то мечтали хорошим. И мислят, че тези хора също са мечтали за нещо хубаво. Достичь обетована земли. Да достигнат на земята. Где чечет молоко и мед. Където тече мляко и мед. И жить там ни в чем не нуждаем. И да живе там без да се нуждаят в нищо. Получили ли они обещанное? Получили ли са обещанното? Писание говорит нет. Писание доказва, че не. Моисей так и не смог войти в обетованную землю. Абрам так и не увидел вот это вот миллиардное наследие. При своей физической жизни. Сейчас он, конечно, видит. Но тогда, когда он жил, он этого не получил. И последний стих. Почему? За что? Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Дабы они не без нас достигли совершенства. Не без нас. Это о чем говорит. Вы знаете, мы живем в последнее время. Знаете, я вот думаю, коммунисты, они тоже. Все они вели нас в какое-то светлое будущее. Те не водиха в светлое будущее. Ну, где будет все просто абсолютно совершено. Куда-то всичко, всичко ще бъде совершено. Ни один человек. Нито один человек. Не будет ни в чем нуждаться. Няма да се нуждае в нищо. Ну, было ж такое, да? Нали има у това? Кто-то застал. Някой видял това. И мы настолько в это искренне верили. И только искренне верили в това. И пытались тоже помогать как-то. Опитвахмись, да помогам и со что? Кто-то из нас был и октябренком. Някой от нас был пионером. Пионер. И мы свете верили. И не вервахмись. Вы знаете, вот в каком благоговении мы жили. В каком благоговении живяхмись. Я приведу один пример. Что я вы кажете один пример. Когда я был мальчиком, подростком таким. Когда я был тинейджер. Ну, может быть, там 10-12 лет. 10-12 години. И вот бывает же такое. В классе вот сидишь вот так. Сидишь в училище. И кто-то что-то там сделал. Пошутил. Някое нечто себе пошаговал. И это прямо во время урока. И по времену час. И такой вот смех на тебя может навалиться. И не ли может так сильно допочнить, да смеешь? Ну, какую-то смешинку поймал. И ты там просто закатываешься вот так. Ну, понятно, что сейчас преподаватель увидит выгонителя. Разбираясь, что сега учител, что ты видишь, и то, что ты ты изгонишь. Ты это все в себе вот так запираешь. И вот просто давишься вот так. Ну, пытаешься скрыть эти звуки. И ничего не помогает. Ну, ничто не помогает. Вот какой-то бесконечный вот такой вот хохот внутренний. И вы знаете, что у меня срабатывало? Что могло остановить мой вот такой смех? И это всегда работало. Я представлял про себя. Даже не самого. Я представлял портрет Ленина. И в лицо мое сразу, раз. И мой лицо. Смех останавливался мгновенно. Вот насколько мы с благоговением относились к этому кумиру. По-другому не скажешь. И вот это, конечно, было страшно, что, конечно, коммунисты, что они пытались построить? Построить светлое будущее. Да построят светлое будущее. Но без Бога. Но без Бога. Что ли? На портрете Ленина, да. На портрете на Ленина. Писание что говорит нам? Если Бог не сожидит дома. А как Бог не может устроить дом. То напрасно строят строящие его. Без Бога невозможно. Да. А как Бог не богословит строение на то же дом. То кого я бессмысленно. И вы знаете, вот в первом послании к Коринфянам. И в первом послании к Коринфянам. Вторая глава, девятый стих. Вторая глава, девятый стих. Она говорит удивительную фразу. Казывает удивительная фраза. Вот кто вспомнит? Вот не видел того глаз. И не слышал того уха. И ухо не чул. Что Бог приготовил возлюбленным своим. И вот сегодня я приведу для пояснения две притчи всего лишь. Из-за пояснения, что я кажу две притчи. Ну, чтобы было бы уже до конца понятно. С того разберет эту край. Вы знаете, что Иисус Христос нам пообещал? Ну, не знаю, как вы Иисус Христос не обещал. А Его обещание это всегда да и аминь. Он не пообещал нам. Что Он построит нам дом на этой земле. Чеще не построит кыш на этой земле. Или я ошибаюсь. Или я с греша. Ничего подобного. Иисус Христос этого не обещал. Ничего такого Иисус Христос не обещал. Но Он сказал. Но то и казал. Что я иду. Чтобы построить вам город. Чтобы приготовить вам место. И оно не будет на земле. Оно будет там на небе. Вот кто в это верит? Поднимите руки. Вот я в это верю всем своим сердцем. И вы знаете, я приведу вам такой простой пример. Смотрите, Бог сегодня строит нам целый город. Я думаю, что там уже осталось совсем немного. И мысли, что его встануло совсем мало. Чтобы приготовить его. С того приготовления. Для того, чтобы вместить туда. Я не знаю, как это число вообще назвать. Триллиарды. Триллиарды хоров. Верующих христиан. Верующих христиан. Которые все там поместятся. И вот представьте. Представьте себе. У тебя есть какой-то старый дом. Има-то старая кышта. Ну вот семья. Семейство. Жила в старом домике. Который, возможно, перешел ей по наследству. И он вот такой старенький ветхий домик. Он уже разваливается. Вот еще немножко и кровля посыпется. И хозяин дома. Он пошел куда-то на новое место. Нашел хорошую землю. И начал строить новый дом. И започил строить нового кышта. Из всего нового. Вот сичку нового. Мощный фундамент заложил. А то и направил много здравых фундаментов. А вы знаете, какое основание у небесного Иерусалима? А знаете ли, каково основание на небесном Иерусалиме? 12 оснований. 12 оснований. Из чего? От каково? Из драгоценных камней. От драгоценных камней. Я даже это головой своей, да, не сердцем я вместить не могу. Двенадцать оснований. И все из драгоценных камней разных. Золотые улицы. Начищенные так. Как зеркало. Что ты там сможешь увидеть свое отражение. Двенадцать ворот. Двенадцать врата. И каждая врата будет сделана из чего? Из огромной какой-то вот такой драгоценной жемчужины. Это все то, что описано в двадцать первой главе. В книге Откровения. И вот хозяин там вот построил уже новый дом. Думает ли он о старом своем доме? Конечно, думает. Разбираешься, че не си. Потому что там осталась его семья. А крыша уже течет. Во всех смыслах этого слова. И дома жива так. Вот шатка валка еще немножко и разрушится. И хозяин думает, как можно быстрее туда вывести своих. И домаки на мисле, как побързо да изведе семейството си от тази къща. И привести их куда? И да ги заведе къде? Привести их в новый дом. В новое жилище. В новое жилище. И это наследует все верующие в него. И това го наследят всичките верующие в него. Которые прожили на протяжении вот этих шесть тысяч лет. Които са живяли в продолжение на тези шесть тысяч лет. Вы знаете, это у нас шесть тысяч лет. А у Бога на небесах. Всего лишь неделя прошла. Шесть дней. Потому что так написано у Бога. Тысяча лет, как один день. И он готовится к воскресенью. Он готовит брачный пир. Он готовит убранство. Украшение, да. И тогда, вы знаете, как-то все по-другому воспринимается. Тогда понимаешь, почему здесь все вот так происходит. Все сыпется и разваливается. И куда устремляет нас наш Господь. Пусть вера твоя сегодня окрепнется. И еще одну притчу я приведу. Вы знаете, одна женщина как-то ехала в автобусе. Одна жена пыла в автобусе. Ну вот, полный автобус. Пылен автобус. Кто-то сидит, кто-то стоит. Някую сиди, някую стуи. Остановка очередная. Имя пак спирка. Базар. Базар. И входит одна такая... Ну, бывает. Бывает. Вошла такая базарная одна такая тетка. И влезла една жена от пазара. Вся такая, ну, затаренная чем-то. Тя купила много неща. Ну, не очень опрятная. Не много... Изглежит, че не все грежит за себе си. Что-то она там где-то вот лазила, собирала, там брала что-то. Нещо и търсила. Все это она затаскивает в этот автобус. И видишь, что вот рядом с этой женщиной... И вижда, че до тази жена... Освободилась одно место. Все освободи одно место. И она быстренько-быстренько и взгромоздилась. И она много бързо сяде на това место. И все вот эту тару, все то, что у нее было... И всички тази неща, които взяла со себе си... С левой стороны она взгромозила на эту бедную женщину. И от левой слага вверху тази друга жена. И вот на женщину свалилась это все. И тази жена, която просто сиди... Она придавила ее к стеклу. Возмущаться бесполезно. Тут же тебя поставят на место. И она вот как-то вот так зажатая к стеклу. Вот она вот так сидит и улыбается. А женщина напротив... Такая интеллигентная женщина. Женщина, почему вы молчите? Скажите ей. Пусть она уберет с вас свои вещи. Что она себе позволяет? Как она выражается? Как она пахнет? Это безобразие какое-то. Почему вы это терпите? И узнаете, что эта женщина ответила? Это из реальной жизни. И женщина ответила. Да мне уже сходить скоро. На следующей остановке. Я уж потерплю. Вот и вся притча. Узнаете, почему я не беспокоюсь? Мне уже сходить скоро. Ну, немножко давайте потерпим, друзья. Нека малко да потерпим. Ну, каких-то там 30-40 лет. Для Бога это минуты. За Бог 20 минут. Но Он смотрит сейчас на нас. Но Той сега гледа вверху нас. Насколько мы Ему верны. Колко мы верны. Насколько мы отражаем Его характер. Насколько мы являемся отражением Его сердца. Насколько мы являемся письмом Христовым. Потерпим еще. Бог всегда дает силу, чтобы вынести. Как бы нам трудно не было. Бог нас никогда не оставляет. Это еще и одно Его обещание. Пусть Бог нас благословит. И вот становится как бы... Пусть хоть немножко, но понятнее. Почему Иисус Христос нас так учит? Молитесь. Непрестанно молитесь. Которые неистово молились. Которые молились день и ночь. Которые молились день и ночь. Вот для чего мы молимся. За что се молим? За какво? Мы молимся только для того. Мы се молимся только за то, чтобы не терять связь с Иисусом. Да не губим врызков с Иисусом. Чтобы поддерживать с Ним самые близкие отношения. За да поддерживаем с Него наиблизкие отношения. И сохранять свою христианскую сущность. И да упадим в свою христианскую сущность. Пусть Бог нас в этом очень сильно благословит. Нека Бог силу не благословит Тво. Вот именно сейчас испытывается наша вера. И именно сейчас испытывает наша вера. Кто мы? Кои смеи? Мы христиане? Не сме христиане. Или мы сочувствующие? Давайте мы слоним наши сердца сегодня. Нека склоним наши сердца сега. Давайте мы помолимся нашему Господу Иисусу. Нека се помолим на наше Господу Иисусу. Нам сходить уже скоро. Вече скоро, что с лизами. Пусть Господь нас наполнит. Нека Бог не наполни. Господь, помилуй нас. Пусть наши чаши пусть наши сердца пусть наши души будут наполнены Твоей святой благодатью. Твоей безграничной любовью с которой Ты покрываешь даже своих врагов. Которые когда-то ненавидели Тебя. Которые и сегодня ненавидят Тебя. Которые и сегодня готовы убивать. Только за то, что кто-то имеет христианскую веру. И для этих людей Твое благоухание. Как некое зловоние, как написано. Но Господи, Ты продолжаешь их любить. Потому что Бог есть любовь. И не важно, как к Нему относятся. Он не перестанет любить. А мы Твои дети Божьи. Дай нам поступать так же, как Ты поступал. Научи и нас так же любить, как Ты любил. Помоги нашему неверию. Помоги на нашето безверие. Верим, Господи, верим. Вярваме. Помоги нашему неверию. Изцели наши сердца. А мой еще и еще раз. Учи нас благословлять проклинающих нас. Учи нас еще и еще любить ненавидящих нас. Да обичаме и още повече, които ни мразят. Учи нас еще своей святой благодатью. Благотворить тем, кто гонят нас. И всячески ненавидят нас. И които ни ненавидят. Които ни мразят. Учи нас любить своих врагов. Научи нас любить своих врагов. Как написано. Как то пиши. Спасибо Тебе, Господь, за Слово Твое. Благодаряйте, Боже, за Твоето Слово. Которое мы можем сегодня читать. Което можем днес да читаем. И еще и еще раз укореняться. И още в однош. В Тебя, Господи. Да се укореняем. В Твой характер. И в Твою любовь. Мы молились в молитва согласия. И не се молихм в молитва на согласие. Ва името Отца и Сына и Святого Духа. В името Отец. Сын и Святия Духа. Ва името на Господа нашего Иисус Христа. Ва името на нашия Господа Иисус Христос. Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь. Аминь. Будьте благословены. Будьте благословены.